Девушки отдыхают Белый Волк, добро пожаловать в Пассифору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и двумя низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. О, извини, но я здесь. Тише, тише. Я отлично знаю, зачем ты здесь. Они ждут. Сюда, пожалуйста. Прошу наверх. Мила! Ведьмак Геральт? Давай наверх. Шеф уже ждет. Так, Геральт. Хорошо. Ты не мог выбрать более уединенное место, чтобы обсуждать покушение? Все только о нем и думают, а многие сами бы за него взялись. Бояться нечего. Кроме того, это место с традициями. Здесь Фалька замышляла свое восстание. И, кстати, покушение на короля Вриданка. Ты, значит, равняешься на Фальку? Если я правильно помню, это самый кровавый персонаж в истории Ридания. Ее восстание изменило ход истории. И это нас объединяет. А что до крови? Мы пустим кровь только Родовиду. И я рад, что ты решил к нам присоединиться. Признаюсь, я не был уверен, что ты появишься. Я подумал над твоими словами, что Йен и Трис не будут в безопасности, пока жив Родовид. Поверь мне, это так. Я рад, что мы пришли к согласию. Ну, тогда к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Роше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля. Теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но... Я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я попросил его поддержать в Эзиме, он выставил меня за дверь. Начинается решающий этап войны. Так что действовать надо быстро. У меня не осталось никаких иллюзий. Свободу Тимерии принесет только смерть Родовида. Как так? Мне казалось, Родовид союзник Тимерии. Только до тех пор, пока мои партизаны ему нужны. Выиграв войну, он не станет отходить к прежним границам. Он мечтает построить Северную Империю. Пока он жив, Тимерия свободной не будет. Ну, хватит о политике. Мы не за тем собрались. Родовид угрожает жизни Трис и Йеннифер. Вероятно, это для тебя более важно. Ладно. И что вы хотите от меня? Один наш товарищ поехал на встречу с информатором и до сих пор не вернулся. От того, что он узнал, зависят все наши планы. Надо его найти. Лучшего следопыта, чем ты, мы не знаем. Следопыт-то, значит? Ну-ну. Может, еще что-нибудь расскажете? Например, где вы вашего товарища последний раз видели? Он выдает себя за странствующего сапожника. Он должен был переправиться через Понтор и, скорее всего, прошел через Риданский пост. Там у нас свой человек, возможно, он что-то видел. Зовут его Грегор. Вы посвятили Риданского солдата в план убийства Риданского короля? О, видишь? Внимание, если сможешь. И помни, от твоего успеха зависит будущее, исход войны, судьба Тимерии и всего Севера. Я понял. Попробуй не опозориться. Увидимся. Мы рассчитываем на тебя. Тебя видели? Только мадам Сиреники и твой служка. А снаружи? Никто. Что, нервничаешь? Нет, я просто осторожен. И тебе осторожность не помешает. Я знаю. Я покрутился по улицам, чтобы сбросить хвост, если он вдруг был. Я не меньше твоего работал в разведке. И не тебе меня учить конспирации. Я ищу Грегора. Ты его нашел. Ты кто? Геральт из Ривии. От Дикстри. Я ждал, что он кого-нибудь пришлет. Идем, пройдемся. Славный вы себе пост разукрасили. По приказу короля, милостива нами правящего. Что они сделали? Справа ворожей из соседней деревни. Кому-то не то присоветовал. Вот на него и донесли. А который слева, так он с соседом поругался. А тот возьми и обвини его в колдовстве. Так это от людей все беды. Родовит здесь ни при чем. А кто, по-твоему, выдумывает законы, по которым за такие прегрешения на виселицу отправляют? Зачем ты служишь королю, которого не уважаешь? А что мне делать? Уродился я, Реданцын. А дезертировать не стану. И потом, в армию-то я пошел, пока Виземир сидел на троне. Вот добрый был король. Пудрый и справедливый. Родовит другое дело. У него одна война в голове. А я не хочу, чтобы Редание когда-нибудь вот так вот выглядело. Ладно, давай к делу. Ты, наверное, знаешь, зачем я здесь. Надо думать из-за нашего знакомого сапожника. Проходил он здесь, только обратно не возвращался. А вчера патруль видел у дороги брошенную повозку. Я думал сходить, посмотреть, неволе. Но не смог вырваться. Спасибо. Теперь хоть знаю, где искать. Постой-ка. Грамот у тебя охрана есть. Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Я на верном пути. Интересно, где хозяин этого башмака. Башмак. Что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Интересно, где хозяин этого башмака. А он что тут делает? Водки блестявые. Привет. Возьмак, иди себе. Водки собираю. Да я вижу. Мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Пок и Пок будут злые. Пок и Пок. Твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него ботки на телеге вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не. Он костлявый. Нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Бывай. Еще троллик для переда. Каложечка. Желкая. Славно. Она. Значит, пускай, сука, не бьет. Пусть наорет как следует. Подходим. Подходим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...